Привет, друзья! У меня сегодня день в разъездах, куча дел в Бруклине, и я решила пройтись сегодня немножко пешочком и вас взять с собой, поснимать немного Бруклин. Буду у врача, заеду на Брайтон Бич, мне нужно в книжный магазин. И хочу купить книжку, о которой, думаю, уже почти неделю показала видео на выходных про книжные магазины. И я видела там эту книгу, даже в руках её держала, но почему-то не купила. И вот всю неделю о ней думаю, и сегодня надеюсь, что она ещё там есть, и я её куплю. Так что поехали! Моё любимое дерево! Оно так всегда красиво цветёт! И вот уже прям начинает... Но у нас холодает, и, возможно, всё это замёрзнет. И будет, конечно, очень грустно и печально. Тут я отключила звук, потому что авторское право в Ютубе не дремлет, а я пришла возвращать книжку по рисованию «Как рисовать здание». Вообще мне не понравилась какая-то дурацкая, не информативная книга, так что идёт возврат. И я пока иду слушаю Стивена Кинга «Мизери». Я не очень фанат Кинга. Я обожаю его книгу «11.22.63». Это книга про путешествие в прошлое, когда главный герой отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди. И, в общем, что из этого выходит. Очень интересная книга. Я прям тогда не могла оторваться. Но как-то с остальными книгами Кинга у меня не случилось больше такого коннекта. Оно мне показалось слишком затянутым, но «Сияние» мне очень понравилось. Это была моя первая книга Улкинга. И вот сейчас, надеюсь, вам не слышно, ветер дует. И вот сейчас слушаю «Мизери». И это тоже достаточно интересная история. Писатель попадает в аварию, и его находит его преданная фанатка. И она его не отправляет в больницу, а он попадает в достаточно тяжелую аварию. Она его начинает над ним измываться, пичкает его таблетками и что-то будет заставлять делать, видимо, продолжать писать серию книг, которые он писал до этого. Я еще такая в самом начале. Ну вот мне идти минут 30, и я как раз решила послушать. Ну, может, проникнусь в этот раз я в Кинга. Посмотрим. Смотрите, какой я красивущий куст встретила. Вау! Полный-полный уже бутончиками. Скоро прям как расцветет, если, конечно, не замерзнет. Красота будет. А тут уже куча нарциссов. Смотрите, какой интересный дом нашла. Вместо подставок под светильники здесь. Ваза сделана. Как интересно. Смотрите, как люди прикольно дома украшают к Пасхе. Там зайчик, утятка. Утенок. И там на двери еще висит что-то с зайчиками. Вышла от зубного, сделала чистку, проверила зубы. Слава Богу, с зубами все в порядке. Это страшный сон в Америке, если вдруг будут болеть зубы, потому что страховки обычно не очень хорошо покрывают зубы. А лечить их в Америке очень дорого. Так что пу-лю-пу, но вроде все нормально. Живем дальше. Я тут меняю зубные пасты. Обычно, когда приходит весна такая в Америке, ну не весна, а весна, зима, когда смена сезонов происходит не календарная, а как она называется? Астрономическая, правильно? Короче, я всегда меняю зубные щетки. Как раз на 3 месяца хватает. И я хочу поделиться с вами вот этими щетками Курапрокс. Вот их название, упаковка. Я беру Ультрасофт. Очень классные щетки. Если у вас из десен кровь идет при чистке зубов, то вот Курапрокс и зубная паста Сенсодайн. И все. Я уже забыла, что такое кровотечение из десен. Наверное, уже года 3 у меня не шла кровь. И щетки очень классные. Ну, во-первых, они такие прикольненькие. Вот. А во-вторых, да, во-первых. А во-вторых, прикольненькие, во-первых. А во-вторых, ну я не знаю, просто они удобные и зубам не вредят. Так что прям советую. Продолжаю свой путь. Иду на Брайтон-Вич. В книжный. Куплю себе наконец-то ту книжку, о которой целую неделю думаю. Продолжение следует. Продолжение следует. Приехала на почту забрать посылку. Вот так выглядит американская почта. Счастливый человек. Доделал все дела. А еще даже не вечер. Мчится домой. Сейчас приготовлю ужин и буду читать. Весь вечер буду читать новую книжку. На улице, конечно, красота вообще. Птицы поют. Весной пахнет. Правда, у нас в ближайшие дни будут дожди. И похолодание. И только на следующей неделе станет потеплее. Но так хорошо все равно на улице. Уже когда приближается лето. Продолжение следует. Книги я обычно слушаю на скорости Х2. Так что в два раза быстрее слушается. Ну, на удивление, на удивление мне очень нравится это произведение Стивена Кинга. Классно прописанные персонажи. Прям чувства их, эмоции классно прописаны. И за счет этого создается какая-то динамика у произведения. Потому что обычно я на его книгах так начинаю уже подзасыпать. Потому что, ну, вот как-то все одно да потому. В общем, Мизери оставлю на потом, когда буду куда-нибудь ехать или готовить, или убираться. А сейчас берусь за Пола Линча, которого очень хочу прочитать. Букеровская премия прошлого года. Последнего Букера я читала. Это был Георгий Господинов. Время убежища. И мне очень понравилось тогда. Правда, классное произведение. Там такие фразочки были как раз все относящиеся к эмиграции. Которые мне прям отзывались внутри. Так что я надеюсь. Вообще Букеровскую премию большинство уже людей ругают. Что она стала совсем не та. Но мне последние произведения очень их нравятся. Которые они выбирают. Так что мне пока не хочется их ругать. Я наоборот считаю, что достаточно прикольное произведение. Так что читаем песнь пророка. Надеюсь, что понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Очень нравится обложка у книги. Она такая выпуклая. Вот это все выпуклое. Продолжаем чтение. В новостях объявлено об очередном указе. Запрещено прослушивание и чтение любых иностранных СМИ. Зарубежные новостные каналы будут заблокированы. Отключение интернета начинается с сегодняшнего дня. Я пришла со спорта и решила, что мне нужно с вами срочно поделиться своим впечатлением. Потому что я дочитала песнь пророка. И это было великолепно. Я занималась спортом быстрее и быстрее. Потому что закончила читать перед занятиями. И мне так хотелось поделиться, что это просто офигительно крутая книга. Сейчас объясню, почему. Актуальные сюжеты придумать для нашего времени достаточно трудно, чем в этой книге. Поэтому я считаю, что это самая актуальная в нынешнее время книга. Самая такая страшная. Потому что оторваться вообще невозможно. Сюжет таков. В книгу, в семью, достаточно обычную семью, в которой папа, мама, четверо детей. Приходит тайная полиция как-то вечером. И предлагает главе семьи встретиться для разговора. Естественно, у матери сразу возникают какие-то подозрения. И что-то страшное происходит. Сейчас, подождите. Папа был, отец был старший руководитель профсоюза учителей. Потому что в книге особо не рассказываются предпосылки для какой-то истории, почему профсоюз учителей стал так ненавистен правительству. Об этом как бы в книге нет. Нам дают по факту, что правительство обостряется почему-то на профсоюз учителей. Появляется какое-то сопротивление. Люди начинают выступать против угнетений, каких-то завязок со стороны правительства со всех сторон. Люди начинают просто пропадать. Ну и, в общем, отца этого семейства вызывают на разговор в эту тайную полицию. И в какой-то момент глава семейства пропадает. Исчезает. Куда его забирают? Куда он делся? Никто объяснить не может. Ни матери, ни кому бы то еще. И вот женщина остается с четырьмя детьми, один из которых совсем малютка, остается одна. Со всех сторон какие-то репрессии начинаются. У нее на работе начинаются проблемы. Все начинают шушукаться. Что-то где-то происходит. И вот эти вот какие-то завязывания со всех сторон узлов, которые вообще непонятно почему происходят. Об этом в книге нет. Понимаете? Есть только вот репрессии со стороны правительства. И почему-то правительство стало против людей. И оно зажимает со всех сторон. Запрещается интернет, запрещается чтение иностранных СМИ. В общем, информации никакой нет. Мир выступает против. Все это происходит в Ирландии. Что тоже очень странно. Мы никогда не думаем, что что-то подобное может происходить в Ирландии. В общем, для нынешнего времени, согласитесь, выбор страны немножко странен. Я прочитала ее меньше, чем за день. Я не могла остановиться. И с каждой страницей... А, во-первых, написана она очень просто. Во-вторых, она написана с такими большими достаточно отступами. Видите? Тут... Ну, то есть она очень быстро читается. Но как вы можете посмотреть... Посмотреть... Как вы можете посмотреть... Как вы можете увидеть здесь сплошной текст. То есть вы не увидите здесь прямой речи, ничего. То есть вот здесь так вот сплошным текстом идет все повествование. Разговоры, истории, все-все-все. И вы читаете, и у вас это все как будто одним комом в вашей голове наматывается эта история, этот сюжет, от которого невозможно оторваться. Настолько... Мне было больно, мне было страшно, но я читала просто страшно, но я иду. И вот... И ощущения от книги абсолютно ужасные. Я не буду вам спойлерить, чем все это заканчивается, потому что это все происходит очень страшно, все очень плохо. И ты переживаешь это все с главными героями. Мне не понравилась концовка, но, наверное, она такая должна быть другой. Наверное, мы бы и не увидели, иначе это была бы какая-то уже прям огромнейшее произведение. Вот. Еще я почитала интервью Пола Линча, потому что знаменит он стал в прошлом году, потому что получила, это его книга, Букеровскую премию. У него уже несколько романов, по-моему, пять. И, как я поняла, на русский это первый раз его переводят. Хотя, может, переводили, может, я ошибаюсь, я просто не нашла. Но он стал популярным во всем мире вот в прошлом году только благодаря вот этому роману, хотя он уже очень давно пишет. И последний год перед тем, как он получил Букеровскую премию, у него был очень тяжелым. У него обнаружили рак, он долго лечился, он победил рак. И после того, как победил рак, он развелся. Почему развелся, непонятно. Ну, в общем, он говорил, что для него последний год был очень тяжелым. И Букеровская премия для этой книги, это стало, конечно, для него наградой. Его уже сравнивают и с Кормаком Маккарти, его и с Фолкнером сравнивают, и с потрясающим, естественно, культовым легендарным произведением 1984 Оруэлла, и с рассказом Служанки. И я бы еще его сравнила с книгой русской писательницы «Пути сообщения», которую я тоже недавно прочла. Я вам очень ее советую, очень классное произведение. В общем, я в восторге, и пока эта книга прям у меня пошла на 9 баллов из 10, ну, просто потому, что мне концовка не очень понравилась. Я хотела бы узнать, что будет дальше, а мы, к сожалению, об этом и не узнаем. И что случилось с героями, которые пропали в этой книге, мы об этом тоже не узнаем. Вот так вот. Так что я вам прям очень советую, читайте. Очень крутая книга. Ну и до встречи в следующем видео. Пока-пока.